И всем привет ребят, с вами Мистер Баник, и сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре один из самых положительно измененных корпусов, и который стал супер жёсткий и интересный, это корпус Хоппер, который будем мы сегодня использовать вместе с пушкой Молот, в очередной раз мы останавливаемся на ней, я считаю, что эта пушка при новом балансе, что с Хантером, что с Хоппером, очень круто сочетается, и её можно грамотно и качественно реализовать, сыграем сегодня один, может быть даже два боёчка на этом замечательном корпусе, возьмём пока что иммунитетик от Эмми, ну и мне лично хотелось бы, наверное, сыграть что-то вроде Осады, ведь сейчас с Хоппером очень важно находить точки, где находится большое количество противника, и режим Осада это как раз таки тот режим, в котором если противник будет грамотно ехать на точку и будет кучковаться, мой Хоппер будет максимально эффективен, ведь с каждого овердрайва теперь у вас есть возможность нанести целых 3000 урона, что является ваншотом любого среднего и лёгкого танка, ну и плюс хороший нанос урона по тяжёлому танку, при его не совсем грамотной игре, у вас есть возможность дать ему овердрайв, и если даже у него будет фулл хп, вы просто добавляете ему сверху один молот и уничтожаете его. Так что будем пробовать эту комбинацию сегодня реализовать, карта у нас хорошая для этого, это платошечка, да и вообще в целом Хопперу, наверное, не так сильно важна карта, как важна грамотная игра от противника, который должен ехать на, соответственно, нашу замечательную точку. Ну и по молоту мы сегодня используем молот с подавой, я вообще в целом очень сильно вдохновился этим молотом, и он мне как-то стал не то, что даже нравится, я его как-то зауважал, да, то есть раньше я как-то не обращал внимания на этот замечательный молот с этим устройством, а сейчас с этим новым балансом я вообще считаю, что это одна, наверное, из самых удобных и лучших пушек и устройств в целом, которые можно грамотно и качественно использовать. Так, ну плохо все у нас, если честно, начинается, начинаем уже проигрывать в этой катке, но не стоит, как говорится, расстраиваться, отчаиваться, будем пробовать сейчас камбэкать, ну и наносить подавочку вкусную по противнику. Здесь у нас вообще на этой карте падает целых два овердрайва, и было бы неплохо обращать внимание чуть больше и на них, и стараться их тоже контролировать. Сейчас, конечно, у меня 90% овердрайва, и, наверное, брать овер с земли, это, ну, не сказать, что прям очень важно, но с точки зрения побороться хотя бы, попробовать отжать у противника его, это, наверное, таки неплохо. А, плюс еще один овердрайв у нас появляется, ну и вжимать его, ну, в теории я, конечно, его мог бы вжать, но я бы никого бы здесь им не заступил. Так, что делает моя команда? Я не понимаю. Мне команда надо, чтобы ехала на точку, и чтобы она пыталась сопротивляться, бороться с противником. Сейчас находилось целых пять противников на точке, и я бы, в теориях, мог бы всех унести с овердрайва, но мне никто не подсаппортил, не помог, меня быстро Твинс на расстоянии раскидал, и я, соответственно, улетел на респаунич, и мы уже летим 0-2. Без шансов пока что для нас и нашей команды, надеюсь все равно на то, что у нас сейчас кто-нибудь интересный еще присоединится в этот бой и поможет нам эту каточку вытянуть, ведь я считаю, что с таким хопером можно в любой тайминге начать этот замечательный камбэк и стараться эту каточку выигрывать. Так, сейчас четыре противника ехало плюс-минус к точке, но у меня уже начинается кулдаун расходки, соответственно, я пока что только так на боковых стрейфах пытаюсь жить, и может быть с респа получится поймать неплохой тайминг для прожатия овердрайва. У нас уже довольно большое количество мест есть, и что-то у нас все вливают, никто не хочет играть за нашу команду, ну а я тем временем попробую прожать первый овердрайв, первые три танка уничтожить. Здесь, конечно, немножко неграмотно прыгнул и улетел в минус, но в целом три танка уничтожил, хопера овердрайв минимально реализовал. Есть сразу еще одна дроповая овердрайвина, которую мы подбираем, сразу же заезжаем на четкий спот сверху и постараемся еще разочек, если что, здесь его прожать. Четыре танка кучкуется, но двое сейвится, двое сейвится. Один под стенкой с одной стороны, другой заехал за башню, а можно было бы сейчас еще четыре танка быстренько здесь унести. Жалко, что никто точку не проконтролировал, ведь если бы сейчас у нас здесь контроль точки бы заехал, ой, хорошо меня так засейвил нулевой урон, то можно было бы эту точечку непосредственно забрать. Так, скоро будет выпадать у нас овердрайв с пола, а овердрайвик теперь... Ну нет же, куда ты отъехал, друг? Ну ты же один-единственный контролировал точку, ну что ж ты так делаешь-то неграмотно, дружанечка. Плюс подава очень хорошо, что отключает возможность прожатия овердрайва, например, вот таким вот хопперам, которые влетают и думают, что они сейчас прожмут овер. Ну в принципе аптечка, конечно, он тоже может сбивать этот статус эффект, но это не сказать, что супер, мега круто и эффективно работает. Кстати, я сейчас не понял, почему меня Хантер не ваншотнул. Точку наши забирают, отлично, супер. Так, ну и у нас 50% овердрайва есть. Сейчас скорее всего появится точка с центра снизу, ведь ее там не было. Нет, появляется справа, хорошо. Справа нас устраивает. Ну и постараемся ее здесь законтролировать. Плюс дистанцию небольшую делаем от Хантерочка, чтобы, если что, по нему здесь можно было бы неплохо накидать. Ну и стараемся чисто в солочку забирать эту точечку. Пока что по катке не скажу, что супер получается реализовывать идею хоппера, ведь, ну противник хоть и кучкуется, но нету саппорта. Здесь на хоппере очень важен саппорт от тиммейтов, чтобы они давали чуть-чуть дополнительного прессинга на противника и заставляли их большими силами заезжать на как раз-таки точку. А сейчас получается так, что таких спотов прям хороших, где есть большое количество противника рядом с точкой, нету. Соответственно, реализовать овердрайв хоппера чуточку тяжелее. Но сейчас я думаю, что с респа у меня будет эта возможность. Я даже давайте попробую заехать с тыла. Сделаем такую майндгеймсовую вещь. И может быть, нет, я хотел сказать, может быть нас не заметят, но нас как раз-таки видит противник. Но кучкуемся, кучкуемся на троих, хорошо. Добивочка сразу сверху по титанчику. И еще один кильчик за счет заезда на хантерочка. Ну пятнашка, пятнашка. Пока что так, слабовато. Но хоппер стал с точки зрения тактики и грамотности реализации очень интересным корпусом. Я даже, если честно, раньше не мог подумать, что его можно сделать из обычного корпуса, который просто прыгает и используется для голдов по большей части. Сделать из него корпус, которым можно контрить противника и дополнительно его сливать. То есть идея, которую сейчас придумал в частности Аре, она очень круто работает в нашей игре. И плюс дополнительно имеет возможность хорошего фарма. К сожалению, конечно, пока что у нас здесь супер фарм не получается, но будем стараться. Еще у нас пол боя есть. Пробовать это все дело реализовывать. Плюс надо делать акцент на дроповые овердрайвы, которые каждые полторы минуты падают. И я, которые пока что особо сильно здесь не контролирую. Ну и плюс нужно чуть больше обращать внимание на хоппера, который играет с противника стороны. Ведь он может тоже очень круто в тайминг прожать овердрайв. И я, к сожалению, ничего против него не смогу предпринять. Поэтому лучше всего ему накидывать сразу подавочку. Сейчас 4 противника кучкуются, а у меня нет овера. Хоть свой жми в этот тайминг, чтобы чисто влететь. И вот Титанчик еще появляется против. Это тоже очень круто, когда Титан есть. Титану тоже можно очень жестко законтролить. И когда он прожмет купол, вжать овердрайв по всем тем танкам, которые будут стоять рядом в куполе. И этот максимальный урон в виде 3000 с овердрайва пройдет. То есть, по сути, есть отличная возможность полной доминации над куполом Титана и контроля вообще карты в целом. То есть, когда он овер вожмет, вы контролируете ситуацию, выжимаете свой овердрайв, всех выносите, и потом уже смысла особо сильного в этом плане не будет. Так, падают 2 оверки. У меня есть тоже оверка. Мне надо сделать сейчас, хотел сказать, грамотный мув, но весь мой грамотный мув очень быстро закончился. К сожалению, Хантер въезжает. Титанчик тоже ставит. Я поторопился немножко, если честно, можно было чуть-чуть попозже этот овердрайв сжимать, но все равно два танка унесли, и Титану 3000 еще сверху накинули. К сожалению, его не слили, и овердрайвы дроповые у нас упали. То есть, плохо, что я не реализовал этот овердрайв чуть-чуть раньше, чтобы еще подобрать дропы овердрайва. Сейчас, офигеть, сколько противников кучкуется. Вот сейчас бы в такой тайминг я бы влетел бы, как вот сейчас влетел наш Хантер. Он очень грамотно поражал овер и сумел точечку подсейвить. Пока что не удается супертайминга поймать, но я считаю, что, наверное, для этого Хантера просто надо чуть больше времени и сноровочки, чтобы получалось уже более качественно реализовывать овердрайвы. Так, и у нас падает голд на точке. Сейчас посмотрим, что это за голдик. Это обычная тысячоночка. Хорошо, тысячоночка, в принципе, нам сильно особо не нужна. А вот если был бы какой-то другой интересик, то я бы, конечно, за него бы поборолся. Так, и у нас должны, по идее, уже падать овердрайвы совсем скоро. Противник здесь на контролинге работает. Кстати, здесь, может быть, еще бы очень неплохо бы зашел бы, знаете, не молот, а гаусс. Гаусс с хоппером. Я думаю, что мог бы здесь тоже шороху хорошего навести. Но так как у нас сегодня идет непосредственно акцент на именно хоппера, а не на пушку, да, гаусса я буду тестить отдельно, ведь с ним тоже там хорошие положительные изменения произошли, то там уже, мы уже и запишем, да, может на хоппере, может быть, на диктаторе обзорчик с этой замечательной пушечкой. Так, у нас пока что 95% овердрайва. Точку мы потеряли в очередной раз. И у меня всего лишь 23 килла, что является очень маленьким показателем для подобной катки. И пока что, если вам сказать честно, реализация нашего корпуса, ну, не сказать, что великолепная. Да, в тайминге овердрайв прожимают, да, там где-то 2-3 танка у них уношу, но не получается именно поймать такой тайминг, чтобы либо унести больше противников, либо чтобы постараться именно контролить дроповый овердрайв, то есть вжать свой, потом дополнительно еще подобрать овердрайв с пола и его тоже воткнуть, да. То есть такого тайминга, к сожалению, особо сильно у меня не получается поймать. Так, надеюсь, что наши забирают точку. Да, 2-4, хорошо. Есть хоть какой-то минимальный шанс на камбэк в этой катке. Ну и в целом, если честно, в осаде я бы не сказал, что очень сильно роляет большее количество киллов, да. То есть это тот режим, в котором ваш скилл и вообще умение играть в этом формате, к сожалению, не измеряется в количестве очков. Все решает то, как вы контролируете точку и насколько сильно вы хотите именно сыграть от ее контроля, да. А игра по типу там я въезжаю и уношу там противника и у меня, мол, первое место, это я, значит, самый полезный. Это не про осаду. Да, то есть, хорошо, если у вас, конечно, первое место, у вас большое количество киллов очков, но это явно не тот показатель, который является самым важным и главным в этом замечательном режиме. Так, хороший овердрайв у нас прожимается на три танка. Овердрайв дроповый падает у нас. И было бы неплохо, конечно, его забрать, но, к сожалению, я его теряю. А второй овердрайв у нас, наверное, уже падал. То есть, в легкую есть возможность уносить, ну, вот так вот, по три танка, да. У меня максимальное количество танков, которые я уносил с овердрайва, это было, если я не ошибаюсь, пять. То есть, пятерочку танков с овердрайва я уносил. Не сказать, конечно, что это много, но и не сказать, что это там два там танка, да. Это тоже не такой уж мать маленький показатель. По сути, есть возможность унести хоть всю команду, если она будет находиться в одной точке. Но, чтобы она находилась в одной точке, это тоже надо, чтобы там все звезды сошлись, и чтобы вы так прям грамотно и круто влетели. Так, здесь по вас давайте еще дополнительную накидочку оформляем. По диктатору тоже добавочку. Но, к сожалению, по ходу точка у нас уезжает. А, нет, не уезжает, не уезжает, не уезжает. Давайте, давайте, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Надо влетать, надо влетать, надо пробовать контролировать, надо пробовать забирать. Если такую возможность нам противник дает, то почему бы ею не пользоваться? По крайней мере, стараться это сделать. Пантера надо слить, и потом надо слить снизу стоящего викинга. Но его тоже уничтожают, выпадает дроповая овердрайвена. Только я ее... Нет, не забираем. К сожалению, не получается здесь суперконтроль. У нас есть одна ластовая минута, которая свидетельствует о том, что я еще как минимум один овердрайв сумею здесь у нас прожать. Может, есть еще... А, нет, дроповый уже падает. Так, ну и давайте попробуем поймать тайминг. Давайте попробуем поймать тайминг. Надеюсь, что сейчас где-нибудь противник здесь скучкуется, несут наших тиммейтов, и потом мы попробуем прожать уже неплохой, качественный овердрайв. Овердрайв. Я попробую засейвить его прям под самый-самый хороший тайминг, чтобы хоть, ну, дать 4 танка за видос, а то, как-то 3 танка это, ну, несерьезно. А там, то есть, четверочка была, но четвертого танка я не сливал. 27 секунд до конца, заедет ли противник в точку? Заедет ли большое количество противника в точку? Да, заезжает, заезжает, заезжает. Давай, 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 еще, еще, еще подъедьте. Еще подъедьте. Маловато, маловато, маловато. Давай, 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 давай. Блин, не успел доехать, можно было еще одного зацепить оперочка, но его, к сожалению, я не зацепил. Сколько я унес? Два, да? Два танка хопперока не затянул. Можно было еще его зацепить, тогда был бы еще один дополнительный килл. В общем и целом, что я вам могу сказать? Хоппер стал безумно крутой, его овердрайв лютейшая, крутая имба, но имба с точки зрения грамотности игры, она находится, знаете, на уровне таком, что типа имба только в хороших руках. То есть, если вы не понимаете, как это работает, не умеете контролировать ситуацию и находить четкую зону прожатия овердрайва, то есть, где стоит большее количество противника и вы не чувствуете эти тайминги, то, скорее всего, у вас не будет получаться делать большое количество килов с овером и за счет этого круто фармить. Но, если вы будете это делать, то у вас будет возможность давать с каждого овер по 3-4 кило в легкую, плюс, если вы еще играете от контроля центрального овера, как, например, парни, вообще целых два есть овердрайва, и если бы я бы грамотно их контролировал, то можно было бы себе плюсануть еще бы где-то килов 15 смело, да, но и, к сожалению, что-то на хоппере зависит и от команды, то есть есть вооружения, на которых ты и соло можешь хорошо, суперски показать, а есть вооружения, на которых ты, ну, к сожалению, соло мало что можешь сделать, да, и где-то тебя будет контролировать, потому что у тебя мало хп, у тебя все лишь 2000, и ты где-то просто-напросто не выживешь и не прожмешь этот овердрайв суперграмотно, да, поэтому можно пробовать реализовывать этот хоппер, что в осаде, что в CTF, что в регби, что в штурме за атаку, везде я считаю, что как и Хантер, этот замечательный корпус будет работать, TDM, ЦП, ЦП тоже можно, но TDM-очку я бы, наверное, не катал бы на нем, да, то есть не совсем грамотно, ну и по пушкам в приоритете, наверное, я бы все-таки давал бы молоту с хоппером, продувы можно было бы попробовать поиспользовать, твинс, если бы у меня магнетрончик был бы и тоже можно поиспользовать, рикошет с устройством новым Пульсар я использовал, было интересно, но его тоже как-то скрыто поднерфили, хоть об этом никто и не говорил, я может даже отдельный видос по этому поводу сниму и скажу, свою точку зрения можно с вулканчиком в теории, да, ну и Гаусс, Гаусс, Гаусс интересно в осаде смотрится, мне кажется, хоппера Гаусс может круто работать и эффективно использоваться, поэтому как-то так, пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного хоппера, если играли, то сколько максимально киллов на нем давали, мой пока что рекордик это 5, но я надеюсь, что если со временем я буду практиковаться и больше играть на этом корпусе, то может быть получится какой-нибудь там контентовую, например, семерочку, восьмерочку противников дать, это будет очень и очень круто, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну и также, друзья, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, мой личный, так это тег тимп, устанавливайте его здесь, вот так вот, бах, выбираете и соответственно поддерживайте меня и если вы производите донатик в нашу игру, вы поддерживаете и имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов и на 1 миллион кристаллов, предыдущий розыгрыш наш уже закончился, стартовал новый, если у нас будет хорошая активность, то эти призы еще и увеличатся, поэтому читайте в описании и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.